Цель проекта «Чистые горы Кавказа» – научить сочинцев и курортников правильно разделять мусор. Для этого проводили всевозможные уроки и лекции. В целом 52 обучающих занятия под названием «Мир без мусора разделяй с нами». Юным эко-волонтерам рассказывают о повторном использовании сырья. Та же пластиковая бутылка, когда ты им показываешь, что из двух бутылок можно сделать такой красивый шейный платок, например, или флисовую курточку, или велосипед. Они вот видят это предметно уже, и таким образом у них появляется мотивация участвовать. И по школам в результате были установлены контейнеры для макулатуры. То есть мы потихонечку возвращаемся все-таки к тому, что уже у нас прекрасно работало на территории Российской Федерации. Такую же информацию получают туристы, отправляясь в горы и посетители рекреационных объектов, на территории которых установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Такие баки есть и со Самшитого рощи, и в вольерном комплексе на Краснополянской Лауре. А начался проект с исследовательской деятельности. Другими словами, пришлось покопаться в мусоре, чтобы понять, что именно оставляют в заповеднике. Ученые проанализировали результат и решили превратить мусор в ресурс. Эта работа только начата, и у нас в этом году в планах организовать раздельный сбор на приюте Фишт. Это самая у нас посещаемая точка заповедника, и там очень большое количество отходов ежегодно мы вертолетами оттуда вывозим. Поэтому задача и уменьшить и объем, и объяснить людям, ну как они вообще должны обращаться. Положительным опытом раздельного сбора мусора заинтересовался Сочинский национальный парк. Поэтому проект «Чистые горы Кавказа» будет работать на курорте и дальше он стал частью общегородской программы по сортировке отходов. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.